Всем привет, друзья! С вами Дима Ванпойнт, и у нас сегодня опять такая небольшая ностальгия. Это игра из 2015 года, это первый Project Cars. Вспомните, это прекрасное время, когда и люди донатили эти денюжки, сжертвовали, чтобы разработчики смогли сделать эту игру, потому что были какие-то сумасшедшие скриншоты, просто нереальные вообще графики. Даже сам батька графония в Anomaz говорил, что игра графически офигенная. И тогда, когда она зарелизилась в этом 2015 году, некоторые компы просто это не тянули. Игра была местным бенчмарком. Ты просто, вот если собирал какой-то мощный компьютер на 2015 год, ты обязательно должен был установить Project Cars, чтобы посмотреть, как эта игра вообще идет, сколько FPS она выдает и на каком графическом пресете. И даже сейчас, вот 2015 год, прошло 6 лет! Практически 6 лет прошло, и ты смотришь на эту графику и понимаешь, что черт возьми, а что поменялось-то? А если вспоминать недавнюю Project Cars 3, которая до сих пор, я считаю, стоит достаточно дорого, и некоторые к ней не могут из-за этого прикоснуться, а играть, например, в пиратку, а в пиратку, я считаю, играть это совсем не то, даже там графика хуже, чем в первой части игры. Ну ладно, про Project Cars 3 мы еще поговорим, я про нее обязательно расскажу. В данном случае у нас в Project Cars первая часть на PlayStation 4. Опять же, почему мы смотрим на PlayStation 4? Потому что я на PlayStation 4 в нее не играл, и поскольку сейчас распродажа, я ее купил, опять же, за копейки, и подумал, а почему бы нет? У меня жесткий диск на 2 терабайта в PlayStation 4, нужно его чем-то забивать, потому что до этого на плойке я играл только в эксклюзивы. Итак, друзья, Project Cars, игра, которая принесла, можно сказать, заново известность с Lightly Mad Studio, потому что до этого все ее помнили по серии игр Need for Speed Shift, да? Так, ну что же, вот такое вот меню, для тех, кто его забыл, оно достаточно простое, на самом деле, вот опять же, я даже, по-моему, на это ругался, я не люблю простые меню, но тем не менее, опять же, простые меню, они достаточно удобные. Итак, вот, например, если мы просто хотим быструю гонку, да, мы выбираем трассу, которую хотим, и трасса у нас вот таким вот списочком, а справа у нас показывается, как это все выглядит. Давайте California Highway выберем, пускай у нас все так и останется, 19 соперников, квалификация. Опять же, отличалась еще игра и физика, и физика была достаточно сложна, непроста, но рулея, если ты еще как-то мог выдержать натиск местного физического движка, то на геймпаде было сложно. А когда она появилась на Xbox One, я тогда делал трансляцию на это все дело, и я просто поразился тем, насколько игра была не оптимизирована. То есть, играть в нее было вообще невозможно. Она лагала, вылетала, тормозила, и единственное, что я мог делать, это не управлять автомобилем, а просто брать и врезаться в стену и смотреть, как тачки бьются, потому что, опять же, почему-то на момент 2015 года было разрешено нормально разбивать автомобили. А вот потом, вот уже ближе к нашему времени сегодняшнему, да, как-то машины уже не дают тебе особо сильно корежить, разработчикам точнее. Тебе-то, конечно, дают, но разрабы тебе это не позволяют сделать, а разрабам не позволяют сделать сами автоконцерны. Короче, печаль. Но, тем не менее, насколько я помню, здесь тачки еще бились хорошо. Здесь еще можно было превратить свой болид в мясо. В общем, что? Я выбрал Ford Focus, потому что это один из управляемых автомобилей в этой игре. И сразу же говорю, в этом видео я буду ездить от капота. Почему я буду ездить от капота? Потому что за все три части Slightly Mad Studio не удосужились сделать нормальный вид. Почему? Потому что... Вот посмотрите вид от третьего лица, какой здесь. Ну вот что это такое? Это вот куда? Это вот почему такая максимально неудобная камера? Я не знаю, может быть, кому-то это неудобно? Но лично мне это пипец неудобно. Просто жесть. Почему она такая вот так близко к машине? Почему у нее еще угол фофф сделан немножечко неправильно? Как будто на какой-то широкоугольный или там, не знаю, фиша и объектив у меня эта камера сейчас стоит. И из-за этого у меня такая толстая жопа у машины получается. Короче, невозможно. И в Project Cars 3 то же самое в последней их части игры. Поэтому я все время играю здесь от капота, потому что я хотя бы хоть что-то вижу, хотя бы я вижу трассу и понимаю более-менее габариты автомобиля. И кстати, да, насколько вы заметили, я сейчас не собираю, относительно не собираю стены и могу ехать более-менее удобно. А ведь при этом я играю на PS4, на консоли, на которой я особо не сижу и не прохожу никакие гоночные игры на ней. Ну как, там есть определенные исключения, да, определенные эксклюзивы, которые выходили на PlayStation 4. Но если это игра мультиплатформенная, то я стараюсь на плойке это не проходить, потому что в лишний раз я не хочу заморачиваться с контроллером. На данном случае у меня есть теперь удобный контроллер от Thrustmaster, на который обязательно будет обзорчик. И в принципе он для гоночных игр вполне себе подходит, и я спокойнейшим образом управляю теперь автомобилями и не заморачиваюсь. Потому что DualShock 4, ну вот как по мне, это опять же сугубо мое личное мнение. Понятное дело, что все привыкли к разным вещам, но я считаю, что DualShock офигеть как не подходит под гоночные игры. Просто пипец, это очень неудобный контроллер для гонок. У него слишком маленький ход триггеров. У него триггеры не с вибрацией, как например на контроллеров от Xbox One, да. Там все-таки у нас есть вибрация на триггерах, и ты более-менее понимаешь, что у тебя с машиной происходит, где колеса проскальзывают, где у нас буксы и так далее. Там все это не отображается, но DualShock'е ты это просто не поймешь. И плюс еще небольшой ход самих стиков. Они достаточно маленькие, и ну, все это, знаете, вот в совокупности получается, что не так можешь плавно управлять автомобилем, как можешь это делать на контроллере от Xbox. И в принципе, я это частенько показывал в различных гоночных играх. Например, в том же Need for Speed Hot Pursuit'е, можно если посмотреть эти ролики, да, вы увидите, что я на PS4 ехал намного хуже, чем на том же Xbox One. И это не дело опыта, это дело именно самого контроллера. Я могу играть спокойно и там, и там. Но я понимаю, что мои результаты на DualShock'е просто хуже, чем результаты, когда я еду просто на контроллере от Xbox One. Кстати, вот насчет Project Cars, да, к чему я вообще ее вам показываю? Потому что, во-первых, она на распродажу стоит копейки. Если вы вдруг не купили себе Project Cars на PS4, то самое время поностальгировать по первой части игры, потому что она продается там за 200 с чем-то рублей. Опять же, может быть я ошибаюсь, может быть уже подороже. В любом случае распродажа до 29 апреля. Если 29 апреля 2021 года у вас уже прошло, когда вы смотрите этот ролик, то, скорее всего, у этой распродажи уже нету, и вы потеряли возможность купить Project Cars за 200 рублей. Но, тем не менее, тем не менее, черт возьми, она теперь спустя эти года оптимизирована. У нее наконец-то можно кататься. Я, честно говоря, не знаю, что там на Xbox'е происходит, потому что я ее, естественно, после того момента не запускал. Мне стало очень обидно, что игру настолько сильно не оптимизировали. То есть, это же получилось как? Она сначала вышла на ПК, она была неоптимизированная, и через хрен знает, сколько времени оптимизировали. Потом вышла на консолях, и она была точно такая же неоптимизированная, как на релизе ПК. И только потом, через какое-то время, они смогли что-то сделать, чтобы хоть как-то производительность ее поднять. Поэтому сейчас, на данный момент, в Project Cars играть комфортно везде. И если вы не играли в нее на релизе, вы даже не поймете, о чем я вообще говорю. Но это, знаете, я это называю уже эффектом киберпанка. То есть, как люди рассказывали, ругались на нее, что она на релизе была просто неиграбельная. Те, кто ее купили после релиза, уже с несколькими патчами, понятное дело, что они это, ну, не прочувствовали. Они не понимают, почему люди так ругаются, да? Поэтому как-то так. Вот. Здесь та же самая ситуация. То есть, многие не поймут, почему я ругался на производительность Project Cars. Потому что, ну, типа, она была неоптимизированная. Но со временем они ее все-таки смогли оптимизировать как надо. Итак, мы только что посмотрели графику на дневной трассе. Давайте посмотрим графику на ночной трассе. И, да, давайте даже сейчас поставим количество соперников. Количество кругов у нас пусть будет вообще один. Мне хочется здесь посмотреть только графику. И смотрите, кстати, у меня на средничке стоит уровень наших ботов. И боты вполне себе спокойно как бы едут, не мешаясь особо ничего. Ну, то есть вообще красота. Так, немного облачно, среднее облачное, туча, небольшой дождь, даже лива. Буря, гроза. Давайте поставим грозу. Я чувствую, я буду страдать. Меня будет разворачивать. Но, тем не менее, я уверен, что зато мы теперь прочувствуем весь графоний. Потому что, опять же, играем на PS4 FAT. Хочется посмотреть, как у нас здесь это все выглядит. Давайте, чтобы нас красиво заносило, я возьму BMW. Первой серии... Однерочку. Ну, первой серии. Странно звучит, но BMW-однерочку возьмем. Вот. Задний привод, все дела. Поэтому, если что, машину будет сносить. У нас здесь ночная, как я уже сказал, трасса, лужи. Еще у нас будет гроза. Мне очень интересно, как FAT, как консоль с 2014 года будет справляться с этим графоном. Хотя, опять же, на 2015 год это была свежая консоль. У нас еще тогда не было PlayStation 4 Pro. Была просто обычная четверка FAT, потому что, ну, что, она вышла год назад. Она вышла в 2014. Поэтому, понятное дело, разрабы должны были под нее оптимизировать все максимально. Чтобы нигде не было просадок и прочего дерьма. Ну, что можно сказать по графонию? Очень даже неплохо все выглядит. Но, что ты возьми, какая бэха громкая. Я даже сам себя просто сейчас не слышу. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опа-па-па-па-па-па. А вот тебе и физончик. А вот тебе и физончик. Так, нажал газ до упора. И все. И все. А раньше надо было. Надо было спокойнее на газ нажимать. Это была очень сильная пробуксовка на старте. И я еле отловил автомобиль. Как сейчас я буду оттормаживаться, я вообще не знаю. Кстати, насчет физики Project Cars. Про нее было очень много разговоров. Очень много споров. Но, опять же, вот играя на геймпаде, я просто понимаю, что сложновато играть именно на нем. Просто вот именно на нем. На руле плюс-минус ты еще кайфанешь. На руле плюс-минус все понятно. И как бы все вот эти мувы, которые делают машины на геймпаде, если это отражать на руль, то все как бы окей. Это вот прерогатива именно геймпада. Я уже плюс-минус принадрочился к этой физике, если можно так сказать. Она достаточно резкая. Она, в принципе, практически такая же и осталась в Project Cars 3. Они ее реально немного переделали. Я раньше почему-то думал, что они ее слишком заарказили, да? А вот взяв на PS4 первый Project Cars, я понимаю, что нет, нифига. Они убрали некоторые определенные вещи. Ох ты ж, черт. Прикиньте, как кидануло. Вот это жесть. Не, справиться на дожде даже с M1 здесь в этой игре я не могу. Это нужно именно вот на руле. Причем у меня все помощники включены, и противобуксовочная система, и стабилизация, все включено. Но на машине я реально ехать тяжеловато. Как бы я ехал на DualShock 4, я вообще не знаю, потому что, опять же, я сейчас еду на заточном удобном для гонок геймпаде. Очень странные дела. Очень-очень странные дела. Еще мне не нравится, что машина неэффективно тормозит, если ты зажимаешь пол триггера. То есть, ну, мягко начинаешь тормозить. Машина тормозит хорошо с включенным АБСом только тогда, когда ты оттормаживаешься в пол. И при этом совершенно не трогаешь руль. Потому что если ты будешь оттормаживаться в пол даже на АБСе, и при этом будешь хоть как-то немножко корректировать свою траекторию рулем во время торможения, машина может кидануть. И кидануть очень сильно. Тихо-тихо-тихо-тихо держимся. Ох ты ж, блин, поребрики. Поребрики еще одна из тех тем, которые просто тоже обсуждались очень дико. Почему-то эти поребрики, они какие-то максимально экшоновые. Они тебя кидают сразу же. Наезжаешь на поребрик здесь, это все смерть моментальная. В стену летишь просто, ну, как, не знаю, как пробка из бутылки из-под шампанского, да. Вот так мы приехали здесь на последнем месте, а все из-за того, что застрали старт. У нас было всего, был один круг, и я пришел на 20-й позиции, потому что я не выдержал ехать здесь на М-ке. Блин, знаете что? Я хочу еще раз поставить грозу, только теперь на какую-нибудь другую трассу и взять автомобиль какой-нибудь, ну, предположительно поустойчивее. Кстати, стоит рассказать и насчет карьеры, да. Наверное, вы все помните, как у нас начиналась карьера в Project Cars. Те, кто не помнит, я сейчас расскажу. Мы начинали с картинга. И картинги были, это просто вот нереальные какие-то машинки, которые очень быстро откликались на рулежку, очень быстро откликаются на газ-тормоз, и, следовательно, ими управлять было. Ну, когда вот на релизе с лагами, это было практически нереально. Просто практически нереально. Так, ну что, давайте возьмем Нордшляфе, пускай у нас будет один круг, да, 19 соперников, так же, и будет гроза. В этот раз я возьму автомобиль поустойчивее, нужно выбрать что-то на полном приводе. Кстати, небольшой автопарк еще меня всегда смущал в первом Project Cars. Здесь реально немного автомобилей. И я вот, честно говоря, не помню, добавлялись какие-то новые тачки с релиза или нет. Наверное, там походили какие-то карпаки. Но вот сейчас я смотрю и понимаю, что у меня очень мало автомобилей. Мне хотелось бы, например, больше полноприводных машин. Но здесь вот в основном всякие заднеприводные гоночные автомобили и картинги. То есть, может быть, потом в DLC что-то выходило. Но я в целом за игрой особо не следил, поэтому не знаю, что там выходило. Ладно, давайте пофигу возьмем снова у нас фокус. Он более-менее хоть какой-то устойчивый. Потому что можно из полного привода взять, например, Mitsubishi Lancer. Да, я уверен, уже кто-нибудь про себя, может быть, в комментариях написал, какого фига ты не берешь Lancer. Это полный привод, все дела. Но Lancer здесь его почему-то несет. Да, здесь полноприводные машины почему-то несет. И вообще здесь очень легко машину пустить за нос. Она как-то очень резко на это все откликается, когда ты играешь вот именно на геймпаде. Если играть на руле, то все более-менее. Все, по крайней мере, настраиваемое. И можно даже получить какой-то кайф. Также, насколько я помню, на релизе игра очень, очень долго, просто нереально долго грузилась. Это, опять же, все решилось потом при помощи оптимизации, при помощи патчей. Но в целом это расстраивало нереально. Игра прям поднимала большое количество времени в загрузках. Сейчас, как видите, все достаточно спокойно. Я загрузочки, естественно, вырезаю, конечно, на монтаже, чтобы вы особо не заморачивались над этим всем делом и не ждали долго, когда у нас уже начнется сам геймплей непосредственно, да? Но тем не менее, тем не менее, загрузки реально быстрее. Я это прям вот чувствую максимально. Ну что же, это у нас в норшляфе. Постараемся не накосячить. Эта трасса, на которую я наездил, уже достаточно много километров. Черт, вы что творите, батяры? Что происходит? Так, потихонечку, полигонечку. Ой-ой-ой, вот про что я говорил. Видите, автомобиль раскачался и сразу же пошел в занос. Да, это реалистично, но держака должно быть при этом все равно больше. Машина слишком легко едет боком. Слишком легко. Опять же, это может быть просто мои ощущения. Но, тем не менее, не должно такого быть. Реально не должно. Смотрим назад, они уже достаточно сильно отстали. То есть, я не знаю, вот единственная, наверное, машина, на которой я здесь могу нормально ездить, хоть как-то скачественно, это Focus. Для меня это тачка, которая тут едет вообще хорошо. Ну, опять же, просто на релизе я тоже в основном на Focus ездил, потому что мне он понравился больше всего, данный автомобиль. Вот, ну и нарушает, вы смотрите, вообще без проблем едешь. Опять же, дождик, град, гроза. Ну, град нету, но гроза. Оно барабанит, конечно, как град. Ой-ой-ой-ой-ой, я засмотрелся на дождь, и мы улетели. Контакт и время круга у нас не действительно, к сожалению. Что поделать? Засмотрелся на дождь, начал размышлять, град это или нет, и все, и наша тачка повредилась. Давайте посмотрим, что у нас теперь. Как у нас выглядит автомобиль. Потихонечку. Ой-ой-ой-ой, да. Про что я и говорил. Тачки здесь бьются офигенно. Вернемся обратно к нашему привычному виду. Тачки бьются классно. Вот почему в те времена они смогли... Ох ты что, смотрите, повело. Вот это вот было, кстати, достаточно реалистично. Я перетормозил достаточно сильно, и при этом тачку повело, потому что все-таки у нас тут дождь. Но при этом я исправил ситуацию, и мы сразу же выехали. Вот этот вот злосчастный поворот, на котором обычно все видосы с Нюрнбург Ринга выкладывают, где машины вылетают прям в забор. Сейчас мы проехали более-менее. Так, ну у нас будет еще несколько достаточно тяжелых поворотов, поэтому посмотрим, как фокус это все выдержит. Вот смотрите, ну что такое? Опять в занос. Опять в занос. Вроде смог отловить автомобиль. При помощи тормоза. Но когда ты тормозишь тачкой, вообще вот ни в коем случае нельзя руль трогать. Вот просто ни в коем случае. Чуть-чуть тронешь, все. Разворот. И это немножко печально. И, кстати, вот эту тему в третьем пружик карте, по крайней мере, я не могу ничего сказать за второй, потому что я у него практически не играл. Вот, в третьем пружик карте это пофиксили. Реально. Там хотя бы, пускай, более аркадная физика, но теперь твой автомобиль за счет торможения, торможения, причем плавного торможения, так сильно не разворачивать. Просто одно дело, я бы рубанул по тормозам слишком резко, да, и мою машину, следовательно, повело, да, а другое дело, я нажимаю плавно. И вот аксиома-то в чем? В чем мое недовольство? Я нажимаю плавно, и моя машина несет. А когда я нажимаю со всей дури резко, с включенным АБСом, моя машина не несет. Она тормозит нормально. Поэтому мне приходится перестраивать мозг и постоянно отормаживаться в пол. Тогда машину не начинает вот так нести. А когда я делаю ошибку, начинаю тормозить плавно, все, тачку разворачивает. Вы это сейчас увидели за прохождение Нюрба два раза. Очень, очень странная, как по мне, игра вот именно на геймпаде. На руле, как я сказал, вопросов на самом деле у меня к ней особо никаких. Все достаточно реалистично, ну, относительно, да, насколько можно говорить о реалистичности вообще в таких вот гонках. Вот. И кайф-то, в принципе, поймать-то тоже можно от этого всего. То есть... Все окей. Все окей. Но вот на геймпаде вопросы. На геймпаде, к сожалению, вопросы. Почему такое происходит, не совсем понимаю. Так. Держимся, 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 держимся. Отлично. Слушайте, ну пока что на этой маломощной машине я здесь подожду, чувствую себя вообще хорошо. Единственное, я понимаю, если бы я взял что-то мощнее на заднем приводе, скорее всего, я бы сейчас просто целовал бы все стены, как у нас это было. Ну, в принципе, как у нас это было. С М-кой первой. С копеечкой. Ну там даже... Это вообще, я даже не помню. Это М-кой. Ну, короче, будем называть BMW-однерка, да, на которой мы приезжали в предыдущие гонки. Вот там я просто все стены насобирал и все, на 20-м месте приехал. Так, ну чего? Заходим в этот поворот. В принципе, траектория вот тоже максимально удобная. По ней ехать вообще хорошо. Потому что у нас вот эти вот неправильные вещи, буду называть, мягко говоря, так, которые сделали Project Cars 3. Мне они вообще не понравились. Они не показывают так, как тебе нужно проезжать трассу. Они вообще не информативные. Здесь же ты сразу понимаешь, как тебе трассу нужно проезжать, по каким траекториям. Вот сейчас, видите, я косякнул и правильно траектории проехал. Вот. И как бы, ну, все это понятно, это сразу видно, потому что я сместился с траектории. А там ты хрен просышь. Опять же, у нас будет большой масштабный обзор про ЖК-3. Я в нее специально сейчас играю очень плотно и очень до... И вот, смотрите, опа, и все. Повело, и я даже не смог ее отловить. Просто не смог. Сразу же удар в стену. Чуть-чуть повело. Колеса. Делаю контрруление. Сбрасываю газ. Или там начинаю как-то стараться газом скорректировать машину. Нет. Похрен. Ты летишь в стену. Насрать вообще. Что с тобой происходит? Потерял контроль? Лови стену. Может быть, это реалистично. Но я считаю, что не совсем. Потому что в таких случаях все-таки машину отловить можно. Она у меня не в такой сильный занос ушла, что из которого просто не выйти. Не было такого. Опять же, может быть. Может быть, я ошибаюсь. Ну вот, смотрите, вот сейчас меня тоже вынесло. Но это из-за чего меня вынесло? Тормозился я нормально. Просто тупо машина Андерстир поймала и в стену уехала. Ну вот, такое ощущение, как будто, знаете, вот они искусственно где-то делают сложность. Чтоб тебе было сложнее еще больше, чем это могло бы быть в реальной жизни. Вот я такое не люблю в гонках, следовательно, из-за этого я такие гонки забрасываю. И вот Project Cars первая часть как раз вот была не исключением из моего этого правила. Потому что она была не оптимизированная на релизе. Физика была для меня достаточно сложная на геймпаде. Ну, точнее как. Я не сказал, что она очень сложная, да? Но она достаточно сложная, потому что некоторые моменты вот эти, они непредсказуемые. Вот с этим торможением, например, да? Вот как я сейчас отормозился нормально, я вообще ума не приложу. Потому что я думал, что у меня машина сейчас уже поведет куда-нибудь в занос. Ну, нет. Все окей. Так, ну че ж, едем? Так, немножечко оторможусь. Смотрите, опять чуть-чуть. Я сейчас притормозил мягко. У меня машина началась сразу же вести. Хорошо, что поэтому у нас не было никакого поворота. Я, в принципе, старался плавно рулить. Вот здесь вот сейчас мы резко отормозимся. Вот я резко отормозился. Даже у меня не было намека, что машина сейчас куда-то пойдет юзом. А вот сейчас я отормозился мягко, и вы видели, как у меня нос в машину сразу закинуло. Я не понимаю, как это работает. Может быть, я не учитываю какие-то физические свойства реальных автомобилей, а здесь они учтены. Я не знаю. Но мне кажется, что это странно. Так. Тем временем у нас уже почти 8 минут мы едем. В принципе, может быть, для фокуса это нормально. От наших соперников мы уехали уже достаточно далеко. Все-таки дает немножечко тебе плюса к прохождению того, что трассу ты эту знаешь. Опять же, здесь очень много реальных трасс, да, и как бы это все учится, все это проезжается, поэтому хорошо. Но, черт возьми, физика все-таки такая. Вот у нас достаточно любителя. Посмотрите, какая гроза была красивая. Опять же, для PlayStation 4 это офигенный графон, мне кажется. Реально. И игра просто офигенно оптимизирована. Потому что, как я говорил в предыдущий раз, я думал, что вот сейчас если дождик у нас будет, то FPS начнут проседать прям жестко. Но они не проседают, игра идет плавно. Сколько точных FPS я вам тут сказать не могу. Очень похоже, конечно, на 60. Но, тем не менее. Так, болтаться не будешь в сторону-сторону. Но, тем не менее, игра идет плавно. Даже если это 30 FPS, да что ж ты будешь делать? Ну, посмотрите, а. И 360 ноу-скоп получился у нас какого-то хрена на фокусе. Фокус 360 ноу-скоп теперь можно назвать его. Ну все, заезжаем в этот последний наш резкий поворот. Здесь у нас уже финиш. Нам осталось уже доехать вон до того зеленого сигнала стафора. Достаточно долго получилось у нас прохождение этой трассы, но посмотрите на повреждения. Какие же они все-таки были крутые. То есть, несомненно, даже в этой версии для PlayStation 4 плюсов в прожекарсе много. Если вам нравится такая достаточно сложная, непредсказуемая физика, то, наверное, я вам советую купить эту игру, если вы не покупали, если вы в нее вообще не играли, вам нужна какая-то гонка на PlayStation 4. Также, кстати, как и про Гревл, я говорил, если чего, у нас там один из предыдущих роликов был про Гревл, тоже достаточно такая забытая уже на наш нынешний момент игра, хоть она и вышла в 2018 году, то есть, ну, в принципе, это относительно недавно, если учитывать игры, которые у нас выходят в гоночном жанре, которых практически, ну, не выходит их вообще. Так что, Труджик Карс, первая часть, наверное, я могу даже посчитать, что она одна из лучших. Единственный минус это автопарк, это то, что на релизе была заруинена вообще полностью какая-либо оптимизация на консолях, опять же, на ПК, если у вас был там андронный коллайдер, то, конечно, дело, он там все это тянул нормально. Вот, ну, а в целом, в целом, за 200 рублей, мне кажется, проспродажа, это офигенная игрушка, и мне было очень приятно ее вспомнить, и очень приятно было проехать. Ну, и, конечно, посмотреть на графон и оптимизацию на PS4 версии. Если вам это понравилось, не забывайте поставить лайк, также подписываться на канал, и, конечно же, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А с вами был Дима OnePoint, и всем, конечно же, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok